Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. А что, мой травник, что бы я хотел сказать, это то, что если вы за что-то беретесь, особенно вот такую большую какую-то работу, которая рассчитана, ну, примерно года на два, вот ее хотелось бы не затягивать. И не растягивать, а знаете, регулярно делать, хоть понемножку, но регулярно делать. Если сразу много сделать, то возникают такие моменты, что дальше как-то теряется интерес к этому делу или какая-то усталость возникает. А вот, если, знаете, регулярно ты делаешь там час-два хотя бы, то получается, что вот ты входишь в соответствующий режим, тебе это дело начинает нравиться и работа делается. Итак, мой травник, мой травник у меня просто-напросто, как я материал набрал, так я и работаю. Ну, допустим, у меня вот основной это вот этот травник мой, он уже готовый, но он меня не удовлетворяет. И я делаю более обширный. Итак, как материал там набран, я просто-напросто иду, чтобы, знаете, иного. Но вот, лаванда. Что бы я хотел сказать вам о лаванде? Вот я прошел, это, конечно, опять-таки черновой вариант еще. Само слово лаванда возникло от латинского слова «labari», что означает «мыть или чистить». Это связано с тем, что древние греки и римляне использовали лаванду для свежести аромата, добавляя ее в свои ванны. Такие ванны не только отмывали тело, но и успокаивающе действовали при неврастении и сердцебиениях, уже тогда знали. А древние египтяне делали из лаванды мази для бальзамирования. Ну, ничего не будем сбор когда там делать. Свойства я описал древних целителей, средневековых даже целителей, что они делают. Ну, например, если выпить ее сироп, то это поможет при белонхолии, укрепит органы чувств, не даст состариться, разгонит заботы и беспокойства, ободрит разум. Она растворяет черную желчь и слизь отлично. Это то, что надо сейчас делать. То есть, если мы с вами будем пить чай на основе лаванды, тем самым мы, помимо травок буревой, можем по-другому подготовить свой организм. Более так мягко сделать. Открывает закупорку, убивает мелких и крупных листов и выводит. Дальше не буду. Вот что Авицен написал. Отвар лаванды успокаивает боли в суставах, нервах и ребрах. Вот я так познакомился с древними источниками, которые рассказывают о лаванде. А теперь, а теперь вот мне захотелось, захотелось и надо вообще с точки зрения современной науки рассмотреть химический состав лаванды и что там наиболее целебного или действенного. Ну вот смотрите, эфирное масло. Лаванда ценится за счет своего вот этого душистого запаха, который обеспечивает эфирное масло лаванды. Содержится оно в цветках, стеблях и листьях. В 100 граммах лавандовых цветов находится от 3 до 4,5 граммов эфирного масла. В составе настоящего лавандного масла содержится около 300 различных органических соединений. И вот теперь приступаем. Главное из них – линалилацетат. От 25-47%. Линалол – 20-45%. Лавандулин – ацетат от 0 до 8%. Лавандулол. То есть видите, на основе лаванды вот какие-то такие особые вещества. Они считаются наиболее ценными, обеспечивающими характерный цветочный лавандовый аромат и фармакологические свойства. Ну и вот что – линалилацетат. Линалилацетат обладает регенерирующим действием. Линалол обладает успокаивающим действием на нервную и сердечно-сосудистую систему. И что не менее важно, при действии органических кислот линалол легко переходит в гераниол. Ливандулил – ацетат. Оказывает антисептическое, противожоговое, регенерирующее противовоспалительное действие. Лавандулол сконцентрирован в эфирном масле обладает бактерицидными свойствами. Дальше там идут органические кислоты, вольярная кислота, та-та-та-та-та. И вот, кстати, там содержится такое вещество, как барниол. Что это за вещество? Что оно делает? Помогает при стрессе и нервозности, так как сочетает в себе обезболивающее, общеукрепляющее и обеззараживающее действие. Кстати, с древних времен высоко ценились вот эти антисептические свойства этого вещества – барниола. На протяжении многих веков его использовали для лечения чумы и других инфекций. Желудка, кишечника является натуральным средством, отпугивающим вредных насекомых. То есть, смотрите, вот в наши такие мутные времена, когда вот эта вот зараза летает и неизвестно, что принесет очередной месяц, вы можете надежно защищены, если знаете вот эту информацию. А в частности, что уже древние от чумы, которая выкашивала население Европы миллионами, можно, так сказать, спасаться. Там дубильные вещества, то есть всё, пятое, десятое, горечи. И, кстати, вот там говорили, что переходит одно вещество в другое, в так называемый гарниол. Всё это такое. Ароматическое вещество, обладающее противомикробными, противогрибковыми, противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Далее, знаете, я не хочу вот всё там читать, вот так, применение. Тут очень много я собрал этого материала, обрабатывал, обрабатывал. Ещё дальше буду обрабатывать. Очень интересно, очень-очень-очень. Лаванду любят добавлять в чаи. То есть, как её употреблять? Значит, вот этот чай, уже что он делает, если вы его будете пить? Будет действовать как успокоительное, бульверталяющее, седативное, противовоспалительное, антисептическое, иммунно-стимулирующее, спазмолитическое, мочегонно-противосудорожное средство. Также помогает при болезни глаз, ушей, устраняет дрожение у алкоголиков, невротиков. И что ещё? Успокаивает кишечник после длительных поносов. Итак, тут ванны можно применять, то есть всё. Пятое, десятое, я так сказать, хочу остановиться. Именно, именно, смотрите, вот. Польза для женщин. И потом польза для мужчин. И на этом закончим. Я такую программу минимум выполнил. Лично для себя, лично для себя. Польза для женщин. Лаванда облегчает неприятные симптомы менопаузы. Выражены проявлениями менопаузы такие, как интенсивность приливов, плохое психоэмоциональное состояние. Значительно улучшается после, вдыхание, по 20 минут дважды в день аромата лавандового масла. То есть, вы можете приятно оздоровливать себя с помощью ароматерапии. Капнули этого пару капель лавандового масла, 20 минуточек подышали. Там, допустим, утром, вечером, в день или хотя бы вечерком, там, после работы. Далее. Эфирное масло лаванды эффективно помогает женщинам при цистите. В воспалительных гинекологических заболеваниях, сопровождающихся болевым симптомом, активные вещества этого масла подавляют очаг воспаления, справляются с грибками, вызывающими молочницу, нормализуют гормональный фон и менструальный цикл. Для этого рекомендуется спринцевание водным настоем из ромашки с добавлением нескольких капель лавандового масла. И у вас мочеполовая сфера, если она не в порядке, придет в порядок и будет вам доставлять удовольствие. Беременным женщинам рекомендуется отвары из лаванды, которые добавляют в воду для принятия в ванн. Это помогает нормализовать сон, избавиться от тошноты. Легкий массаж поясницы с лавандовым маслом способствует устранению болей, характерных для поздних сроков беременности, когда таз раздвигается. А с целью профилактики растяжек и развития варикозной болезни, капельку эфирного масла лаванды добавляют в базовое масло. В базовое масло я рекомендую использовать очищенное оливковое масло. И легкими движениями наносить на кожу, как бы втирая. Польза лаванды для мужчин. Так как мужчины больше склонны к ранним инсультам, инфарктам, из-за злоупотребления алкоголем, курением, предпочтением жирной тяжелой пищи, им рекомендуют целью профилактики снижения холестерина прием препаратов на основе лаванды. Регулярное применение этих препаратов способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, повышению общего тонуса организма, очищению сосудов от атеросклеротических бляшек. К тому же эфирное масло лаванды оказывает на организм мужчины, успокоительное действие повышает половую потенцию. Как мы помним, лаванду использовали с давних времен как натуральный афродизиак. Значит, для этого не надо там пить, понюхали, так сказать. А женщина может, так сказать, волосатым, немножечко, так сказать, перед встречей смазать этим маслицем. И, глядишь, мужички и поведутся на это. Ну вот, вот я с вами поделился тем, что я потихонечку работаю, работаю и буду продолжать работать. Так что, пользуясь вот этими знаниями, я это вам рассказал одно, а вы еще поищите для себя другое. Ну, это очень полезная вещь для оздоровления организма и содержания себя в полном порядке. Спасибо. Спасибо.